ПЕГИ ЭЙТИН Модом была проделана просто колоссальная. Собственно, неспроста я решил даже отдельный ролик записать. Короче, давайте разбираться шотом за мод такой и когда его можно будет пощупать. Итакс, из названия, я думаю, понятно, что этот мод добавит в оригинальную игру 2002 года Титаник. Но не все так просто. Работать над этой модификацией автор начал еще в 2006 году. Да-да, вам не показалось. 15 лет назад нидерландский морской инженер Робин Бонгардс... Бонгардс... Который увлекался темой Титаник, обратил внимание, что в игровой среде нет масштабных моделей данного судна. И он решил, ну а холи возьму и создам ее сам. Жуткий пиздюк. Unreal Engine и Unity в то время для новичков были не такими доступными, как сейчас. Поэтому Бонгардс обратил внимание на мафию, которая была очень даже ничего пригодна для различных модификаций. Изначально Робин хотел просто засунуть модель Титаника в игру, но, как часто бывает, амбиции так не считали. Со временем Бонгардс открыл для себя Cinema 4D, более подробно углубился в процесс моделирования и решил, что просто модели Титаника будет недостаточно. Нужно перенести весь корабль, включая все интерьеры. Причем не абы как, а максимально точно. И процесс слегка затянулся. Вот что говорит сам Робин. Не имея представления о разработке игр и модов, реализации их в игре и о том, насколько сложным и большим кораблем является Титаник, мне казалось, что теперь я смогу смоделировать все это в один миг. Я начал в сентябре 2006 года, ожидая, что разработка займет около трех месяцев. Прошло четыре года, прежде чем мод хотя бы отдаленно начал напоминать мою задумку. Со временем ему начали помогать другие модеры и тут, знаете, как с уборкой. Хотел просто протереть стол, а в итоге убрал всю квартиру. Так вот, в процессе Бонгардс решил, что еще и сюжетную линию на корабле запилить неплохо было бы. Что, правда? Так что да, в Mafia The City of Lost Heaven появятся новые миссии. Это очень короткое ведение в курс дела, а теперь давайте разбираться с деталями. Сам Робин говорит, что это одно из самых подробных и точных бесплатных 3D сооружений Титаника из когда-либо созданных. Игроки могут исследовать корабль в режиме Free Room. Однако нужно учесть, что несмотря на масштабы, далеко не все интерьеры будут точными копиями реальных. Хотя авторы уделили этому максимальное внимание. И далеко не весь корабль будет доступен для исследований. Доступен для исследований. Во-первых, воссоздать весь корабль такой командой просто нереально. Во-вторых, некие убранства, такие как каюты, будут повторяться. И делать их все просто не имеет смысла. Ну и в-третьих, с такими масштабами могут возникнуть проблемы при запуске самой игры. Второй момент. Релиз будет разделен на несколько частей. Предположительно на четыре. Первая должна выйти уже 20 августа. И с ее релизом станет доступна лишь часть корабля. Карту разработки вы видите сейчас на экране. И только завязка сюжетной линии. Никакого погружения на данный момент нет. Все это будет добавлено с релизом остальных частей. Что касается самого сюжета, то он примерно следующий. Томас Анджело вместе с бандой посылают доставить кузену мистера Сальери дорогую машину. Однако об этом прознает Морелла, который готов сделать все, чтобы заполучить эту машину. Так что все старые герои должны вернуться. И тут конечно же стоит отметить тот факт, что по своим масштабам это не просто мод, а натуральное DLC. В разработке проекта участвовало огромное количество людей. От программистов и 3D моделлеров до композиторов саундтрека и актеров озвучки. Были проработаны не только сам корабль интерьера, но и визуальные и звуковые эффекты. То есть в моде будут полностью озвученные миссии, кат-сцены и новый саундтрек. Это просто охуенно. Также на борту много различных вещей и людей, с которыми можно взаимодействовать. Все это для того, чтобы корабль ощущался более живым. Также будет доступно несколько режимов игры, когда Титаник стоит, когда Титаник пришвартован в порту и так далее. Но и это еще не все. Потопление Титаника тоже включено в этот мод. Игрок сможет понаблюдать, как корабль из роскошного лайнера превращается в место катастрофы. Однако это также появится позже. Ну и небольшим бонусом будет пользовательский установщик, который разработал один из участников проекта. Так что мод будет само собой совместим с пираткой, с оригинальной игрой и с Steam-версией. И также планируется добавить совместимость с GOG-версией Mafia The City of Lost Heaven. Вот такие дела. Я прям жду данный мод, хотя это реально больше DLC, потому что видно, что авторы горят идеей и проделали просто огромную работу. При этом они не обосрали проект идиотскими идеями, типа Mafia Бандитский Петербург, надеюсь фанаты этого говна на меня не обидятся. А наоборот, дополнили историю и уделили огромное внимание различным деталям. Ну, по крайней мере на бумаге все выглядит именно так. А это получается весомый повод вернуться в любимую игру. На всякий случай ссылки на страницу мода и на канал сообщества в Дискорде будут в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok